Вы верующий человек. Россия без православия может существовать? Или все-таки это неотделимое великого государства? Это великое достояние, выстраданное многими поколениями за тысячу лет и укоренившее в нас особые частички нашего генофонда. Православие это было и останется стержнем России. Без православия могла бы существовать Россия? Нет. На каждом шаге в этом царстве ужаса зияющие пропасти представляли отверстие и поглотить готовые гробы смерти. Дремучие мрачные ночи, непрерывно ударяющие громы, льющиеся дожди и густой туман облаков при шумных водопадах с каменьями с вершин низвергавшихся, увеличивали трепет. Всякое выражение недостаточно к изображению этой картины во всем ее ужасе. Единое воспоминание преисполняет душу трепетом и теплым благодарственным молением ко Всевышнему. Его же невидимая всесильная десница видимо охраняла воинство вашего императорского величества, подвязавшееся святою его верою. Александр Суворов, Павлу Первому Кто из русских полководцев вам ближе по душе? Суворов. Александр Васильевич. Великий человек, патриот. Небольшого роста, с очень острым умом, с любовью к человеку простому, к солдату. В начале Великого Поста Суворов тяжело заболел. Император прислал ему лейб медика Вейкарта, но больной его почти не слушал. Постился, молился и продолжал петь в церкви. Вейкарт, которого Александр Васильевич, как православного, тоже заставлял класть поклоны, умолял соблюдать режим. «Вы же генералиссимус, а не солдат». «Да», – отвечал генералиссимус, «но солдат с меня пример берет». На Пасху он заканчивает писать покаянный канон Спасителю и Господу нашему Иисусу Христу. Еще успевает начертать 10 заповедей сыну, которые начинаются такими словами. «Почтение Бога, Богоматери и святых состоит в избежании греха, источник которого ложь, а ее товарищи – обман и лесть». Вот скажите, а Россия без православия сможет существовать? Нет. А как вы думаете, без религиозной принадлежности мог бы Суворов или Ушаков стать выдающимся полководцами? Нет. В том числе не только потому, что они были глубоко верующими людьми, но и большинство матросов и солдат, и офицеров были глубоко верующими людьми. То есть отношение к смерти и к вопросу о том, для большинства их солдат не стоял вопрос о существовании жизни после смерти, скажем так. 11 марта 1854 года. Могилевский полк, в котором служил отец Иоанн, возглавил переправу русских войск через Дунай и уничтожил вражескую батарею. Но как только солдаты оказались на другом берегу, турки дали несколько залпов картечью. Убиты были все офицеры, бежавшие впереди полка. Могилевцы залегли, и тут над ними возникла фигура в черной рясе. «Голубчики, с нами Бог! Родимый, не посрамим себя!» – закричал отец Иоанн и с крестом в руке бросился в атаку. Солдаты опомнились и последовали за духовным отцом. Турецкие укрепления были взяты. Первым на них взошел отец Иоанн, невзирая на свистящую вокруг картечь и две полученные контузии. Турки не выдержали бешеного натиска и в панике бежали, бросив пушки. То есть смерть рассматривалась как переход большинством, со всех точек зрения, и всем обществом на глубинном море рассматривалась как переход в другое состояние. «Идем на мины». С Богом. На молитве! Головные уборы долой! Господи, Божий сил! Боже, спасение нашего! Призри в милости и щедротах на смиренные рабы свои, и человека любно услыши и помилуй нас. Все воврази наши, воежи погубите нас. Помози нам, Боже, спасителю нашу, и избави нас славой ради имени Твоего. Ты никогда реку спасти наше, об оставили нашу ради имени Твоего. Но да увидят все языцы, яка Ты Бог наш, и мы люди Твои. Пощадь, живая Твоей, и я с вами. Ты не признаешь во веки веков. Аминь. Поэтому многие вещи, которые сейчас просто невозможны, тогда были обыденностью. Совершенно верно, да. Кто, по-вашему, из всей истории был лучшим полководцем, на ваш взгляд? Ну, в России, наверное, Суворов. Наверное, Суворов. Потому что исключительно редкостное сочетание глубочайшего ума, причем очень ироничного ума. Кстати, его терпеть не могли при дворе, но не царица, допустим, а именно придворно его терпеть не могли, потому что он, в общем, считал их дармоедами и не особо это скрывал. А поскольку он был славен и знаменит, то он мог себе позволить остротами очень ловкими, остротами, как говорится, выводить их из себя. И ничего с ним не могли сделать. При этом действительно глубочайший военный талант, сочетание, глубочайшее понимание стратегии и великолепная тактика. Есть другой путь. Сжечь знамена. Сорвать кресты. Стать на колени перед мусульманами. Что ж, молчите, господа кавалеры. Или вы не дети мне боли? И я не отец вам? Ну что ж, калитак, похороните здесь нашу славу боевую. Только вместе со мной седины свои позору не отдам. Сдаваться не стану. То есть, действительно, военный гений в какой-то степени. Долго гонялся я за славой, говорила Наркадио. Все мечта. Все мечта. Покой у престола Всевышнего. Воздевая к Тебе, Богу моему, руки мои, поклоняюсь о Тебе сокрушенным сердцем и чистой совестью, Создателю моему. Верую и исповедую, яко Ты искупитель мой, и, несомненно, ожидаю от Тебя спасения моего. Вручаю Тебе душу мою и тело. Причти меня угодникам Твоим. Все на умоление предлагаю Тебе, Господи, Матерь Твою причистую и всех от века Тебе угодивших. Молитва их Тебе много может. Приими ходатайств Твоих за меня недостойного. Не вем уже, что более Тебе изрещи. Тебе ищи. Твой есмь ас. Спаси мя. Аминь. Без покаяния Россия сможет существовать? Нет. Есть слова святого праведного Яна Хронштадтского. Если не будет покаяния у русского народа, конец мира близок. Давайте помогать детям. Помогать тем, кому, наверное, меньше всего помогают. Это детям. Детям Донбасса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова